Одним из самых лучших способов создания комплексных изображений в Иллюстраторе является создание сложного пути. В данном видео я покажу, как его создать при помощи команды Pathfinder в программе Иллюстратор. Сначала приближу изображение. Беру инструмент Zoom и увеличиваю изображение в левом верхнем углу. После этого выделяю оба изображения. Это два разных изображения, сияние и цветочный узор сзади. Перехожу в меню Window и беру Pathfinder. К нему можно перейти при помощи Shift-Control или Shift-Command и клавиша F9. Взяв инструмент Pathfinder, перемещаю его в верхний правый угол, чтобы видеть. О режимах Shape Modes поговорим в отдельном видео. Сейчас нас интересует Pathfinder. Первая опция Pathfinder называется Divide. Ее намного проще показать, чем и объяснить. Кликаем на нее и посмотрим. Кликнув, визуально ничего не меняется. Но по сути Иллюстратор разделил эти элементы на отдельные фигуры. Если взять инструмент Direct Selection, можно было захватить отдельные части данного изображения, как здесь. Можно даже выделить эти маленькие лучики и удалить их по отдельности. Пройдусь по всем лучикам и этой части в середине и удалю их. Удалив, вы увидите, что ниже лежащий цветок на месте, как и эти фигуры. Чтобы поменять цвет, сначала выделю их. Снова возьму инструмент Direct Selection и кликну по всем лепесткам, удерживая Shift. Я могу поменять цвет на желтый, чтобы вы увидели, что я сделал. Я удалил другие части, нажав клавишу Delete. Вернусь. Вернемся в обычную систему двух путей. Вот сияние и за ним цветок. Снова выделю оба изображения и рассмотрим команду Trim. Нажав Trim, иллюстратор автоматически удаляет ту часть изображения, которая спрятана под верхним объектом. В данном случае сияние скрывает части нижнего цветка. Сняв выделение и перейдя в режим Isolation, кликнув дважды и выделив сияние, можно удалить его. Удалились все четыре цветка под сиянием. Получилось очень красиво. Выхожу из режима Isolation, дважды кликнув, возвращаюсь и получаю единый путь. Отменим несколько раз, чтобы вернуться в обычный вид. Снова выделяю. Взглянем на другую опцию Pathfinder. Она называется Merge. Слияние. Которое именно этим и занимается. Слиянием переднего объекта с нижним и превращает их в единый путь. Здорово. Похоже на сумасшедшую бабочку. Отменяю при помощи Command или Ctrl Z. И возвращаюсь. Следующая опция Crop. Она разделяет изображение на передние составляющие, а затем удаляет все части изображения, выходящие за рамки самого переднего объекта. Переведем на нормальный английский. Я обрезаю изображение. И удаляется все, что было наложено, как здесь. Я обрезал его. Отменяю, чтобы показать еще раз. Отменяю. Практически остаются все части, которые внутри самого переднего объекта. Обрезаю. Видите, эти части остаются. Он проигнорировал внешний цветок, а также части, которые были наложены здесь. Отменяем. И переходим в режим Outline. В режиме Outline появляются контуры фигуры. Кликнув в стороне, вы видите, у каждого объекта свои контуры. Отменяю и возвращаюсь. И, наконец, опция Minus Back, которая отделяет изображение сзади от объекта впереди. Кликнув сюда, вы видите, что цветок удалился. Отобразилось все, что осталось от того, где соприкасались цветок и передний объект. Отменяем и кликаем в стороне. Использование опции Past Finder дает интересный результат. Думаю, в данном случае я бы выделил изображение, и использовал команду Trim. Выполнив команду Trim, я бы удалил сияние. Так получится интересный узор, в середине которого я смогу что-то разместить. Логотип или что-то еще. В любом случае, инструмент Past Finder – отличный способ для экспериментирования и создания сложных и аккуратных фигур. Уделите время изучению того, как они работают, чтобы создавать более сложные изображения в иллюстраторе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...